Ну что ж, друзья, Фьюри... Фурия, неважно. Фурии из Спортс против команды Ренигейтс. На карте уже Дэмираж. Ну, Фурии есть, на самом деле, есть варианты побороться с Ренигейтсами, но это их пик. Ренигейтс проиграли карту Данюк в серии Best of 3. Я напомню, это нижняя сетка, ну, по правилам конкретно данного турнира. У нас ESL One Кёльн, да и вообще по правилам множество турниров от ESL. Система одна и та же. Верхняя сетка Best of One. Если ты крутой, проходи верхнюю сетку насквозь. Типа в плей-офф и молодец. Если не получается, в нижней сетке борись до конца. И вот команда и встречается именно здесь. Вот она, пистолетка. На Аплент Ренигейтс пытаются выходить. И пока непонятно, получается или нет. Там подбитые игроки-бразистские команды. Правда, погибает еще GKM 2 в 4. Пытается Градис Фэкшн еще в смоках где-то нащупать бразильца. На лавочке где-то должно было это произойти. Арт режет Градис Фэкшн, но и, соответственно, Арт со спины просто убирает А, ЗР, с пути. Первый ровно для команды Фурия. И вот тот самый Арт, который всех режет. Вот этот поваренок маленький, который всех загоняет. Я думал, что симпл поваренок. Да нет, тут больше, наверное, GV поваренок. Тут пол Твиттера, на самом деле, включая весь наш чат, поднялось на вот эту всю историю. Все стали анализировать эту ситуацию. Типа, да надо было, да не надо было. Короче, подвел команду, да не подвел команду. Вот у меня, я вроде свое мнение типа высказал и так далее. Еще куча-куча таких и куча разных. В общем, жесть та еще, да. Вот такая вот интересная медийка у команды на ее получается. Ну ладно. Фьюрия взяли пастолета на чужом пике. Это раз. А GKM Арт отлетел. Это два поваренок маленькие как раз. Слушай, ну не очень приятно. Но форс от команды рингейтс, к слову. Который, небось, сейчас получится. Да, почему бы нет. Вполне может выйти боком команде Фьюрия. При том, что мы знаем опасность деглов и форс раундов от австралийцев. Такое бывает крайне часто. Но вот Фьюрия, которая может где-то подрослабиться. А может быть реально, вот как в прошлом раунде, с ножом ворваться в спины одного нашить, второго нашить и в раунды себя потащить. Юрий, забирай GKS. Остается 4 в 3, но битый GKM. Там тоже можно, знаете, отъехать. Но вот единственная проблема для команды Фьюрия, то что Юрий здесь один. На базе А, где-то, конечно, там может еще и Винни прийти вовремя, если успеет, со своим пэшкой пятой. Но тут... А, вот еще М-очку нашел Винни. Это уже поприятнее, конечно, вдвоем принимать этот выход. У двоих нет армора, поэтому вполне себе даже может получиться. Осмотрим. Юрий. Грятис погиб. Винни. Юрий, Юрий. Ну, хорошо. Прям очень хорошо. В кроссфайр. Причем по стрельбе, прям ровно-ровно. То есть, бывает вот такая ситуация, что позиция есть, но стрельба не работает, да? Ну, как бы, ну, ну, не сходится вот эта математика. А здесь прям ровно-ровно. Красивый кроссфайр, все вроде по стандарту. Один, соответственно, прямо на приемке, и на него, по сути, выбегает в лицо. Он тупо шьет вперед. А второй сбоку шьет. И типа вы либо туда стреляете, либо туда стреляете. А у вас форс, то есть у вас, по сути, и немного, да, ресурсов. Но все равно вы на все деньги закупились. И, короче, у рингейзера получается. Фурицы молодцы, реально. Но вот на третий раунд есть все равно. Четыре тяжелых пистолета. И один по 250-й десятый. Ну, опять же, тут прострельщики от команды Курия. Арт уже находит практик на грабе. Стащина, пока им торопится. Ну, как же он, ну, пытался контролить выстрел из декла, но предательски все летело мимо. И Арт выжил на 38 хп, хотя были шансы того, чтобы просто один точный выстрел дать. Хаешка под Азера на половину столба хп ровно сносит ему на лицо. И тут же Арт подключается к убийству Азера. Это 3-0 за командой Фурия. Ну, вот насчет Демиража, стоило ли его пикать или не стоило ли его пикать, вопрос, конечно, остается открытым. Потому что, ну, Фурия эта карта тоже играет. Да, мы можем в нюк не брать расчет, поскольку, ну, типа, это не их карта. Не выбор команды Ренегейт. Фактически, поэтому, ну, не знаю. Тут сложно говорить, когда не знаешь форму. Но, но смотри, смотри, да, я тебя, я тебя прекрасно понимаю. Типа, вот, стоит ли, стоило ли пикать Демираж от команды Ренегейтс. С учетом того, то что Фурия вроде карту катают и катают местами прям очень хорошо. Да, мы видели эти карты, ну, в свое время. Но, какую карту, сейчас, секунду, чуть позже. Я продолжу эту мысль, потому что, вообще, не аргумент, ну, в смысле, вопрос от тебя интересный. На планеты разбегаются, команда Ренегейтс. Все разбегусь, я прыгнусь со скалы. И в итоге Ляс погибает. Айбл Джей убирает его. Айбл Джей продолжает что-то такую жесткую силу. Господи, все сзади арт. Тут еще приходит GKS и Зерим, в итоге остается вдвоем. Но все-таки Айбл Джей догорает. Таким. Это Наксирата с Винни. И 2 на 2. С Винни, С Винни. Ну что, действительно, 2 на 2. Тяжелая ситуация, в первую очередь, для защиты. Потому что у них только одна флешка на двоих. Сейчас Азер там пытается где-то Молик еще найти. Кстати говоря, находит. Самоу-то для себя прокидывает на голову. Вот теперь уже с Калашом можно поработать по коннектору. Но пройти там нужно за бомбой еще каким-то образом. Винни сейчас пропустит, возможно, Азера в этот момент. Но информация должна быть. У игроков защиты, где находятся и один, и второй. Но нет, и второй непонятно. Потому что Ксерата озирается назад и не понимает, где же может быть тот самый. Винни пошел шить по боксам. Неплохо попадает по Азеру. У него остается 2 трети хп. Ну и вот теперь ретейк для команды на Афуре. Есть по-прежнему та самая флешка. Дефьюз кит-3. Выход на GKS. Винни справляется. Ксерата щелкает по Азеру, но остается очень битым. Поэтому... Ничего это для GKS. Ничегошеньки. Ничего вообще. Забудьте, что я говорил. Пошел БМчик. Давай, 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 шей. Прямо в модельке, которых уже не существует. В плане рэгдольной системы. Клач. Клач Кинг. Мама родная. Просто ради меня обратно. Что делается? 4-0. Дорогие друзья, за командой Фьюри. Так вот. Вернемся к вопросу. Если это не Демираж. Вот ты говорил. Типа, а стоил ли пик Демираж? Смотри, если это не Демираж, то вопрос, какая карта? ДАС-2. Не, в смысле, серьезно. ДАС-2 от Рингейтс. Но. Фьюри, на каком этапе забанили ДАС-2 в маппике? На первом. На первом. То есть, типа, вариантов нет. Такие истории. Забавно. На самом деле. Но от этого, собственно, контрстрак интереснее. Хватает денег Риннигейтс. Хватает мощи Джекэму Лязу, чтобы отстрелить людей. Винни и Арт погибают. Но теперь уже 3-5. Мы, конечно, видели уже не раз меньшинство для команды Фури. И они с ним справлялись. Но вот вопрос сейчас. А получится ли у них все это дело снабдительное? Для себя. Как-то. Чтобы получилось, опять же, не боком. Все это для них. Вот. Поэтому вопрос по-прежнему очень даже актуальный. Сам бы себе. Лиас. С Джекэмом нашли по своему фрагу. Это был Винни. Это был Арт. И вот 3 человека остаются в команде Фьюри и Спортс. И, соответственно, Ксерата. В кухоньке. Ой-ой, я ослепленный Ксерата. Ну, погибнет. Да-да-да-да-да. Здесь вот флешка прямо в лицо. Ксерата не успела вернуться. Был полностью ослепленный, полностью оглушенный. Там вот ровно в лицо. Тяжелая флешка, реально. А сейф для Фьюри здесь без вариантов. Не то, что бороться надо, не надо. Не единицы, как бы они потеряли Ренегейс при действии в данном раунде. То есть все вот маленькие, мелкие вот эти выходы полностью сошлись, да. Один идеально отыграл именно вот свою позицию в конкретной боевой ситуации. Второй отыграл так же. И третий отыграл так же. С флешкой тиммейта, как я понимаю. То есть 4 человека, короче, отыграли идеально. Три прохода. Ну, все. То есть больше, по сути, как мы видим, Ренегадам и не надо было стараться в этом раунде. То есть молодцы. Такие раунды, повторюсь, иногда реально бывают. По таким раундам, правда, иногда, ну, по какой-то причине люди судят вообще о подготовке команды в целом. Ну, то есть бывает такая история, что они вот пять в ноль слились. Ну, прям ух, плохие. Ну, басы. Да-да-да, типа, ну, ну, бас, ну, вообще просто нереально. Вообще нереально это смотреть вот это все. Но на самом деле это как бы контр-страйк. И здесь вот бывают ситуации, когда, ну, то есть очень грубо, да. Если одна команда вот свои действия в их ситуациях делает практически идеально, так получается, что прямо все совпадает, они прямо настолько стараются, или там удача, неважно, то второй почти ничего не остается, так как поле общее. То есть они такие, а, ну, ладно, сейвить, идем, а что делать? Логично. Очень даже логично. Но сейв был логичен в том отношении, что у трех тимаэтов были деньги, ну, и они могли позволить себе на бай. Как мы видим сейчас, это пять эмок, одна из них с глушителем. От Винни, где все скиты присутствуют. Какая-то раскидка тоже имеется у всех, кроме арта. Он вообще по этому вопросу не с командой, как мы понимаем. Но, как факт, имеет место быть то, что просто постребил, ребят. Получится, у нас тут яма и бой закоп, который будут... Получится. Ох, там я так еще одним глазиком тоже смотрю, и я уже даже подключил трансляцию, когда говорит Женя или там какие-то экономические раунды, я так поглядываю, там Na'Vi что творят, а еще на Уверпассе, Ликвиды... Че-че творят? Ну, короче, рассказывай. Стринцово 8 ведут на Уверпассе. И берут уже шестой ронс в атаке, как бы одного браунда в диффенсе от Ликвид. Как тебе такое? То есть там Na'Vi прям была половина в 8-7, они еле-еле от камбэч, или там что-то типа 2-5 или 3-7. Какой там был счет? Ба-ба-ба. 7-4 был счет, они, кстати, 4 подряд, и потом еще 5 подряд на второй половине, и все у них там замечательно и хорошо. Возможно, ожидается там еще и третья карта этого Брубилова. Я бы посмотрел, если бы наш матч закончился 2-0, например. Ну, внезапно. Ну, посмотрим, закончится он 2-0 или нет. Пока, конечно, сложно об этом говорить. Но Фурия старается. Мы видим то, что Фурия старается. Опять калашает команда Ренигейтс. Но здесь гранаты есть, 2-е арморы есть. Все вроде в порядке. От Фьюрии Спортс не очень. Мягко говоря, много девайсов. Это сохраненная М-ка от Ксирата и тяжелый пистолет. И, собственно, Чешка есть еще. Мы видим. Юрий крутит свой тяжелый пистолет в руках. И команда Ренигейтс решил зайти на бошорт. Но кто-то встречает. И встречает, кстати, очень успешно. Это был Ксирата. Это была та самая М-ка, и она была именно здесь. И бомба потеряла. То есть, где угодно, вот где угодно, но вот именно здесь. И я просто еще раз повторюсь. Да, такие раунды бывают. Бывают, когда совпадают звезды. Да, Ксирата, который неостановимо делает трипл-килл. Там вообще и тиммейты с команды Ренигейтс по друг другу стреляют. Вообще вот зашлись реально в какосложение все звезды в этом раунде, чтобы Ксирата сделал три минуса. Еще и второй игрок, точнее, игрок, который пришел за партов помогать вроде как. Да, или там остреливать людей тоже получил просто по голове, при том, что он был фуловый. Но вот как-то так оно все получилось, к сожалению, для команды Ренигейтс сейчас. Не факт, что они тут еще этот раунд проиграют. Может быть, Азер в одного на 50 хп сможет побороться. Правда, Мьюри нашел для себя девайс. Балджет что-то еще для себя тоже, возможно, найдет. Но, по всей видимости, в дальнейшем только не сейчас. И что-то я, по-моему, сглазил команду Нави. А там все плохо, да? Ну и фарсу проиграли. И на 3000 фарс, типа, полными девайсами, бумаж, фраг, фраг и все, три выживших. Но там 14-9, поэтому я думаю, что Нави... Вот тут-то уже не дадут камбэк, как это было на карте ТАС-2, сочетая 15-11. И теперь там, что там был момент с Симпл один в один против битого оппонента, селся машины и получил просчет в голову с МВП. Симпл и оттуда уже, типа, раз. Мы не вернулись. Да, это жестко. Да, это жестко. 5-2, дорогие друзья, линьгейтс. ЖКМ-чет не получал, но, правда, по Юрию все-таки ответил. Арт там, да, стоит с ВП, но не видно же ничего. В итоге вот ошел, конечно, Арт. Валентов здесь нет. Арт, ЖКСа добил. Он еще, главное, прикрыл тиммейта. Он сделал второй фраг и прикрыл тиммейта, потому что Эбл-Ж не пал Молик, его прослеливали. Чувак, который выходил из Апартов, должен был Арт отзакрывать. Ой, не Арта, а Эбл-Ж. Вот такие у нас моменты. Все-таки Эбл-Ж погиб, но тут все-таки забатил на себя кучу внимания, Эксерата дает фраг, и... Это 3-2, а бомба-то смотри, где лежит еще. На Атери-спауне, до нее нужно вернуться, да, вы заняли плент, а толку от этого ни много, ни мало. У вас нет больше смока, чтобы позиции позакрывать. Ну, максимум, там, пару флэшов есть. Ну, две флэшки есть, да. Ляс и Гратис. Один на планете, второй нет. А тот, кто на планете, у него нет бомбы. Соответственно, тот, кто только с ямы выходит, у него бомба. Неприятно. Более того, максимально неприятно для команды Ренегейтс. Арт Ксерата и Виньян остаются втроем. Ксерата идет уже на б-плент посмотреть, а вдруг ли. Например, кто-нибудь там, но нет. Нет, не там. В итоге для Гратиса есть возможность выхода. Гратис очень широко открывается. Прыгает за дефолт. За дефолт будет поставлена бомба на тиккетбоксе Лиас. Теперь на сети Лиас в итоге. Окей, Арт. Отлетит Арт, наверное, да. Пытается найти оппонента. С прицела не снимается, чтобы не шуметь. Почему-то его Лиас до сих пор не забрал. Почему Лиас его до сих пор не забрал? А, Лиас в другую сторону смотрит. В итоге у арта есть шанс, да, действительно, в чепчик Гратиса найти. Ну, Лиас последний. Его вот так и запирают. И под флешку он будет ли ворваться или будет ли нашивать? Нашивает, наверное, будет. Нашивает. Если честно, практически успешно. Полностью успешно. Летает Аксирата. Аксирата до фьюз киты рядом лежат. Он подбирает до фьюз киты. Да, понимаю, что что-то... И успевает, да. Да, не прикольно так делать без до фьюз китов. И нервы себе же непонятно куда вгонять. Опять, как Клачкинг просто. Боже мой. Но на самом деле он играет 9-0-1. И у него меньше всего смертей. В принципе, в этой карте пока что. Так что, ну, вообще-то да. КД, если что, 9 единиц. Вы понимали? Ну, игра так мы считал. По факту это не должно быть 9 единиц, а чуть меньше. Ну, в общем. Я не явил через было правильно матч, но я вижу по скорботу, что там все больше. Хроник 2-4 взяли раунд. 15-15. 2-4. Вот такие вот ребята, да. Да. Ну, Симпла 23 фрага, от ВИЗ-24, лишь 21. Бумыш 20. То есть там, ребята, нормальная шпилка. Такая смачная. У нас тут пока, конечно, тоже есть на чем поорать. И в эти моменты от Ксирата тоже. Богоподобные. Но это 6-2. То есть в любой момент рингеи еще могут вернуться. Небольшой разрыв, тем более, что карта очень балансная. Можно как и в атаку, так и в защиту здесь спокойно абсолютно играть. Некоторые команды за атаку, например, предпочитают больше играть. И набирают для себя большинство раундов. Ну, например, когда-то это были команда Норс, это команда Фейс. Те же самые, которые на себе выезжают. Влетает Никон, дает тебе два раза по лицу. Да, с Калаша или там кто-то еще. Не особо важно. Сам Рейн может также ворваться. Вот у нас уже пошел пропушь окошко. Из окошка подглядел немножко Винни. Влез в окошко, потому что немного ел. Забавно то, что он влез в окно и лез не в курсе. То есть он в курсе то, что с апдауна забрали, но он не в курсе то, что Винни вообще-то слез вниз. И вот это жесть вообще. На гранате ловят Винни Гратиса. И вся атака Рейн Гейтс опять, короче, не вовремя. От Винни первый фраг. Углжей находит оппонента, но ДжКМ все-таки пристреливает лицо в лицо. Хотя плечо Углжей видел первым. Юрий падает от ДжКМ и жестко. Но Винни тут как тут. И он все еще жив. То есть человек, который здесь похоронил троих. Есть варианты, чтобы похоронил всех пятерых на самом деле. Флешка летит, он сквозь флешку проходит. Хоронит человека с бомбой. И забирает, возможно, пятого. Настолько близко это было, но оставил арту. То есть, ну, забирай. Не надо мне С, мне бы жизнь сохранить нормально. Все-все в порядке. Играю на команду, короче. И в итоге Рейн Гейтс ставит бомбу, потому что понимаешь, что что-то при счете 7-2 как-то не алло. Бомбу или тайм-аут? Тайм-аут. А я сказал, бомбу ставит? Да, ставит бомбу. При счете 7-2. Отличная история. Ясно, понятно. Ливони по этой ситуации ставь бомбу. Я, короче, сошел с ума, все в порядке, продолжаем. Да, окей. Я просто слышу, что я говорю, что 7-2 ставит бомбу, думаю, странный. Но бывает. После раунда такие, ну, тупо ставим, короче. Да, после раунда ставим бомбу. Приходим, пока фристайм, пока ребят ставят, ставим бомбу идем. Да-да-да-да. Супер легко играть. Стаймы, типа, чтобы честно было, кому-то надо. Просто, типа, за 15 секунд добегаешь до пункта, ставишь бомбу, все в порядке. А потом выбиваете, как хотите. Сами же, сами же виноваты, стоите же на пункте. Ну да. Кто вам запрещает идти в конце-то концов? Да, ну действительно, что, руки никто не связывает. По крайней мере, пока. 7-2 и тут такой полубайдик Мандрин-Гейтс. Ша-2 калаша. Пистолеты не дефолтные присутствуют. Без деглов в этом раунде. Как-то деглов очень часто хватает. Много раундов для команды Мандрин-Гейтс. Решили отказаться от этих стволов. И сыграть плотничком под базу Б. А тут у нас ДжК на контакте. Против Винни справляется. Потерял левину доли ХП. Но как бы можно тут еще и жить. Тиммейтов запускает. Ну и пошел там у нас выход под бедного игрока защиты. Хотя, как бедный, Ксерат вообще не бедный. Не смешать, не играть второго. Также, третьего, иди сюда. Треть не получается. ДжК сдавает Ксерата. Но это два минуса практически в мертвой ситуации. Где Ксерат расцепил своих оппонентов. И дал шанс тиммейтам хотя бы дойти вообще до этих точек. Но в ДжКс от Митая. Это последний ДжКм, который здесь тоже щелкает 8-2. Команда Фури и Спортс. Забирает свою первую половину. И пока что отправляет Ренегейтс подумать над тем, что вообще делать в этой игре. И как не вынтянутся турнира ESL-1. Да, на Кельне, конечно. Однако, что-то как-то тяжко. Тяжко Ренегейтс пока что. Действительно, только два раунда забрали. Причем в серии. Причем вместе. И как бы вроде как сильно получилось. Бомба взорвалась оба раза. Ребята по 3 500 получали. Соответственно, за победу в данных раундах. Ну, что на 250 долларов в каждом и больше. То есть поприятнее там все дела. Но. Ну, знаете ли. Как-то что-то тяжело идет, конечно. Да, Фури действительно давно не может здесь обыграть своего оппонента. То есть мало того, что выигрывается первая половина, так еще можно задоминировать дальше. Потому что только два тренигейтс, да? Я еще раз повторюсь. Поле общее. О, Юрий! Тут что? Что? Ка? Что? Это было только что. Что? Пожалуйста, объясните. Пожалуйста, что? То есть Юрий на смене девайса, азеры входят в смог и такой. А-а-а, ты здесь, ладно, я тебя убью. То есть вот такая вот история. А Юрий просто прыгал в халпе, так ля-ля-ля. Не-не-не, на джангли он сменил. Ну, вы видели, друзья, вы видели. Ну, да-да-да, я же говорю, что, типа, Юрий прыгал на смене девайса, достал калашников, дал хедшот. Дал хедшот, да-да. То есть это еще и 3 секунды. Вот эти вот чук-чук, перезарядка калаша, там, бла-бла-бла. Арта попадает, не убивает, не очень приятно. Вот сейчас для ленингейсов максимально неприятно. Вот максимально вот тильтованный раунд. Не потому что они тильтуют, а в плане он просто, ну, он уже неудобный. То есть вот вроде все хорошо начиналось. И вот как так АЗР, типа, отъехал. И как так вот я, например, арта, допустим, не убил, да, попал там ему в ногу через стену, неважно. И в итоге у Фьюри 5 игроков живых. И они совершенно спокойно, очень широко стоят под А. Причем я замечу, где Эблджей стоит. Я покажу. Он на нолике-единичке уже на парапете. Это означает, что чуваки под Б должны быть полностью готовы. Вот полностью готовы. Сират. Не готов к Сират. Ни черта вообще. Винни. Но надо помощь какую-то. Ой, широко в Винни вышел. Одного, правда, похоронил. Ну, ленингейс в итоге бомбу поставит. Вот теперь уже от Фьюри неаккуратно. А Гратис еще закрывает оппонента. И в итоге Эблджей с Артом остается вдвоем. В итоге Арт еще и отвалится. Ясно, понятно. Ты пос... О, господи. Что за раунд? Ну, вот она Фурия, которая действительно помчалась как-то самая Фурия. И, ну, задела какие-то, не знаю, банки-бутылки. Пошумела. И это было наказано gratis-факшеном. Трипл-клестемпер команды Ренингейтс. Практически выигрышный раунд для Фурии был действительно похоронен. Ну, Эблджей, не знаю, вроде бы в прошлой карте... Надо, кстати, посмотреть, что было в прошлой карте для Эблджея. Примерно хотя бы сравнить и понять, и простить игроков команды Фурия. Может быть, он в прошлой карте потел очень сильно. Эблджей, Эблджей, 15 на 14. Ну, не выделяющийся фракстат в соотношении, например, к тому же Арту 26 на 18 идет снайпер команды Фурия на Нюкей. И здесь он тоже не сбавляет обороты. 13 на 7, статистика снайпера коллектива из Бразилии очень даже достойна. Типа, Арт, вот в этом Бестов 3 точно тащится команду вперед. Соглашусь. 8-3. Тройка — это мало, но бай на последние деньги у команды Фьюрия. Если сейчас постараться... О-о-о-о, ты смотри, что они делают. Инициативные действия от звена вдвоем в Фьюрии Спортс, то есть тимплейно они делают этот поджим. Это живые инвестиции, очень дорогие в этот поджим, то есть два человека. Но теперь есть инфа. Теперь, соответственно, остальные могут относительно спокойно понять плюс-минус, где оппоненты могут быть, где быть не могут. То есть могут на медле, Б-шорту, потому что отдается Б-шорт, Б-апартах, апдаун, соответственно, а ковры. И по этим позициям можно сразу заранее прицелиться. Раз, потому что это точно не яма. Потому что вот и Вилжей. И Вилжей такой, а где твои товарищи? На GKS смотрят. А товарищи нет. Значит, ты здесь один. Значит, мы тебя убьем и будем готовы к другим позициям. Например, коннектор. Вот он, да. Отлетевший GKS и... Ну, как-то вот Ренигейтс очень неаккуратно играет в начале раунда или вообще при заходах на какие-либо позиции. Винни получает в ухо, не вовремя отвернулся. Ну, тут еще и Ксерата тоже был неаккуратен. Позиция вроде бы нормальная, но не получилось. И тут еще Арт подправляет уже 3 в 3. Более-менее можно играть. Но выход у нас будет под базу Б, потому что там все развернулись через зигзаг и бегут в направлении этой точки. Юрий не отпускает GKS. Отлетает Ляс. И встреча от Арта и от АТБЛДЖ, я прошу прощения, и Юрия, была 100%. Остает только один. Грэтис Фэкшн, который попытается вытащить данный клатч. Один в три. Очень сложная ситуация для снайпера коллектива. Но как-то вот надо здесь что-то вот сделать. Я даже не знаю, как посоветовать, посочувствовать можно. Возможно. Бам! Ахитов-то нету. А второго? Бам! Привет, второй. Был же такой, чай, я тебя остановлю. Нет, говорит. Грэтис, ты меня не остановишь, брат, сорян. Так вот, по поводу позиции Винни. Что вообще такое с дисциплиной? Зачем вдруг ты типа это сделал? У вас есть инфа то, что яма около Аплента не идет. У вас есть инфа то, что если что-то закидывается, например, куда-то на Аплент, то это либо окно, либо коннектор, либо, что там может быть еще, господи, а, ковры. Или если вас вдруг обошли сзади, то КТ, например, да, Дальпен Сити, которая. Винни бросает окно вообще, уходит к чувакам, которые закрывают коннектор, которые все равно уже закрывают коннектор, и без тебя, и в итоге получает ухо. Вот, ну, короче, дальше, дальше вы знаете. То есть, что вообще, зачем, чё? За этого, естественно, ренегады возьмут, ну, какое-то вот количество раундов. Теперь Артус просто погибает. Тупо на тельте сейчас. Ну, как просто, он два минуса сделал с дробовика, только что он влетел, как спайдер-мен. Только не паутина, я дробью дал. Аргумент, хорошо, аргумент. Плюс 1800, такой себе врывт на экономическом раунде, очень даже достойненько, при том, что три погибших командрине есть, было сейчас, и это весьма-весьма достойно. Ой, я начервил на нави, ой, начервил на нави, ой, начервил, был счет 9-15, стал 14-15. Ой, я червяк, вообще. Червяк, джинн. Некрасивый. Хотя вроде 1 в 4, давайте, нави, давайте, родненький, давай, не трат, не попал, хорош. 1-1. Выдохнуть надо, все. Ой, Олег. Фу, чуть я знаю, не потерял. Ой, олег, держись, брат, держись, все будет в порядке, все хорошо. Да мы с тобой будем, там я чувствую, вот завтра мы с тобой отправляемся в путь до Москвы. Вот, там мы будем потеть за нави, если они, конечно, не вылетят до момента, не дай бог, конечно. Подтапливать даже в том лобби, где обычно мы тусуемся, чтобы вот так поорать. Рать-то на мажоре. Да, 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 как мы лишены, это точно, я здесь согласен. Предпоследний раунд первой половины. Эльни Гейт взяли вообще-то пятерку. И на самом деле в большинстве, ну как в большинстве, в некоторых из случаев на ошибках команда Фьюрия. Опять же, это компетитив игра, это так и работает. То есть кто больше ошибется или сильнее, или там, ну в общем вы поняли, да, вторая команда, например, ошибки заметит, на ней сыграет, так и работает, все в порядке. Но вот обидно, именно по-человечески обидно, то что в Фьюрии иногда такие классные позиции были, они их сами продают. Ну неприятно. Да, не дорабатывает Фьюрия во многих моментах, к сожалению, для себя и для своих фанатов. Вот он, хороший выпад от Эбл-Джей, который они уже планировали до этого момента. Но не получалось, а вот он на арте Эбл-Джей, который дает уже три минуты, а Лязу там очень больно, но все-таки смог забрать арта. Это три в два, и вот сейчас нужно доработать этот момент, когда у тебя большинство, когда ты на король положения, тут на боли приключается Ляз, по-моему, даже стоит автоприключение на подобранные, то ли гранаты, то ли что-то еще. Времени мало, но все равно там на месте. 9-5, Фьюрии и Спорт все-таки смогли реализовать, что для себя еще не девать на раунд, взяли девяточку, оставили команду Ренегейтс некоторых ребят, а большинство ребят без денег, поэтому есть огромный шанс того, что они пойдут 9 на 5. О, 10 на 5 рубить. Он тебе в чате пишет, покаментил другой матч, молодец. Спасибо, я и там, и там успеваю. Как говорится, Олега и там, и тут показывает, до чего техника дошла. А это не техника дошла, это я туда дошла. Вот ты пообщались. 21-й век, здравствуй. Как ваши дела? 9-5. Есть добавь от команды Фьюрия. Последники Латвини, кстати, в прошлом раунде забавные, но про Вини я что-то уже сказал, и что-то уже дальше просто как-то не хочется, что ли. Тем более у него вроде получилось, хотя испуганный прыжок, это, ну, все, как говорится, бывает, все нормально, ладно. Окей. Три калаша плюс две чешечки. Команды Ренигейтс, так, на победку. Потому что две чешечки, конечно же. И был Джей. С Юрием. Вы опять будете поджимать? Ну, не так. Ну, почему нет? Оно же работает, и вряд ли будет Ренигейтс ожидать, что дважды подряд, то есть, там, четвертый раз за половину Фьюрия будет делать одно и то же. Вот это вообще нечитаемый момент, и позиция очень хорошая. Это выход, снова погибает Эбл Джей. Не получается, вот, в последний раз, Крато встречает, не встречает никого. Лиас прикрывает своих тиммейтов. Юрий дает только один минус. Дальше погибает от Азера. Два на четыре для команды Фьюрия Еспортс. Винни и Арт. МК и МПшка. Ну, там, Арт еще сражается, дает фракт на Азера. Но его позиция, конечно же, известна. Это Яма. А вот, а вот же сказал, что поприятнее. Ну, Лиас лежит хейтшот на Арта. И теперь только один Винни, который тоже отъезжает. 9-6. Команда Фьюрия. Все-таки забрали себе первую половину. Но это еще ничего не говорит абсолютно. Единственное, что вопрос. У меня по-прежнему остается Грэдис Фэкшн на защите с АВП. Он чувствует себя очень неуверенно. Я не знаю, почему. Вот для него Карта Дэмираж, для всей команды более-менее ок. Для него как-то вот все очень плохо. Он и какие-то дефолтные выстрелы промахивается. Если мы говорим про то, что сидит в окне, и на него выходит чувак с противоположными медла, то он может промахнуться вообще в простейшей ситуации. Или там где-то чувствует себя неуверенно. Тайминги не ловят очень часто. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, он корректировал эту работу на буткемпе, но нифиг его знает. Ну, да, согласен. Тут не совсем, не совсем получается. Скажем так, Лиаз, вот, у Лиаза 7.11, например. Ну, помимо Грэдиса там вот этого все. Хотя Грэдис 10 на 10 играет, к слову. То есть единица КД вроде старается. 15 оппонентов зафлешил. Старается. Что тут еще? Ксерата. Ну, ксерата как обычно. Ну, как обычно, я утрирую. У него тоже бывают явно плохие дни. И плохое все. Но вот 13 на 6 это хорошо. 18 на 11 это от арта. Убери ложку от арта. Убери арта от арта. От арта-та-та-та-та-та. Так вот. От арта я такое вижу редко, например. То есть, может, что-то подзабыл. Но арт обычно чуть ниже, чем, например, кто-то из вот его коллег по команде. А кто-то, я имею в виду, ниже, чем Ксерата, ниже, чем Юрка, например. Допустим. Но в этот раз арта-топа и фрагстатер в команде. Вот так вот это работает. Интересно. Девятку все равно. Фьюрия взяли. Вне зависимости от своих дополнительных проблем. Все равно получилось. Ну, то есть, стандартная половина. Все равно. То есть, они просто начали вот так хорошо, что это им дало подушку безопасности, чтобы поошибаться. Вообще-то, в целом, именно на этом Ренегейтс как раз набрали, в общем-то, стандартное количество раундов. Так что, вроде, выглядит все довольно честно, скажем так. Так, ну что. Остается не так много фристайма и вообще времени в этой паузе. И будем наблюдать за тем, как Фурия и Ренегейтс продолжат эту встречу. Опять же, напомним, что это матч на вылет. Все ближе и ближе к этому вылету команды Ренегейтс, потому что они не взяли вражескую карту. Ну, там довольно слабенько выглядели. Сейчас они проиграли первую половину. Но, вроде как, переходят на, ну, потенциально сильную сторону для себя. Потому что именно диффенс для них является ключевой стороной. И на мажорье мы это видели неоднократно. Они там камбэк против Астралов издали и выиграли. На Мираже у Астралов, в принципе, они всегда отличались на Мираже именно защитой. Зачастую. Тем более, что противник более-менее равный. Да, карта в Фурии тоже играет сам это. Об этом мы уже тоже говорили. Там примерно, там, где-то вот полпроцента, полпикселя влево-вправо. И получится одно и то же, и одно и второе команды. Поэтому такие вещи. Так что и половина вышла довольно ровно. И матч должен быть где-то 50 на 50 непредсказуемый. Кто тут заберет себе до Мираж до конца, непонятно. Кто будет ошибаться больше, наверное. Из того, что мы видим... Давай так. Кто будет ошибаться, в принципе? Да, то есть сразу же оппонент на ошибках играет. Мы вот сейчас видели вот этот камбэк от Рингейтс. Именно вот по такому принципу. Так что кто будет просто вот ошибаться там больше? Действительно, похоже на правду. Сирата. ПХП получил. Оплент в итоге бросил. Ребята из коммунфьюрия Б пытаются зайти. Это серия разменов. Юрий спину поворачивает. Там, конечно, отвечает. Но погибает все равно. Ксирата последний. Он и так-то был не позиций. Так что... А что тут? Так что, в принципе, уже все равно. ЖКМ его примет, скорее всего, в ближайшее время. Заряжает свой пистолет. Промах. Промах. Ну ладно, ну бывает. В итоге Ксирата последний. Ну, в общем-то, ничего не поменялось, да. И вот он пытается подождать, когда его будут поджимать. Ждет сзади поджимы. Ждет спереди поджимы. Ну и побежал уже. Надо, надо бежать, да. Надо в следующий раунд уже все-таки идти. Ну, остается не так много времени, когда мы узнаем, сможет ли Ксирата хотя бы один фраг дать для себя. И второй для команды в этом раунде. Но действовали как-то через практически одно пространство. В шорт там еще флешка влетела, и все начали суетиться. Как факт, поворачиваться спиной, пытаться убежать. Все тыкались друг в друга. И поэтому такая вот мешанина привела к тому, что фурия, ну, отлетели в этом раунде сто процентов. Один фраг для атаки на втором пистолетном раунде. Первую нас забирали фурия. Сейчас же в размин по пистолеткам. И второй пистолетный раунд забирает себе команда Ренегейтс. Я же правильно все помню. Правильно все помню. Ну что? 9-7. О! Запрещенные орудия. Ку-ку-ку-ку гейминг. Пушка под названием... От АЗРа. Что достаточно забавно, я бы сказал. Так что давайте смотреть, как АЗР попробует с этим замечательным орудием B-90 сработать. Ну и экраунд от команды фьюрия, потому что мы бы не было поставлено. Следовательно, денег дополнительных нет, чтобы там под один коллаж сыграть. Или типа того. А5Б трают. Ну, что там под Б? Алиас забирает бомбера. Алиас по ибл-гейм проходится дальше. Артек, Сирата остается угоем. От последней 5-0. Петушок забрал фраг и остался с одним ХП. АЗР. Неплохо. На этот филиш опять. Они вроде бы вылетели через апарты на Б-плент, но зажались под машиной и не стали идти дальше все вместе давить плент до конца. И по факту получилось так, что они встали просто под фармилки. Подставились, дали кучу фарма, а толком ничего не сделали. Даже никого не убили. Хотя если бы давили до конца, там бы еще был какой-то Зевс. Можно было в упор добежать, попробовать 100 игроков защиты. И хотя бы парочку девайсов выбить, поставить бомбу. На это были моменты, те самые две флешки, которые намекали на то, что будет какой-то пуш позиции. Но вот не пошло и не портануло. Бразильцам. Сейчас три СГшки, три калаша, минимум раскидки присутствуют на руках у Фурии. Но к этому привыкли, это нормально. Абсолютно. Это может, конечно, сыграть злую шутку с командой Фурия. Но поскольку там МПшка, Юмпик и по 90-й дистанции, может быть не так и больно. А вот с СГшки будут летать до ИПЖ. Да-да-да, УСГ. Я напомню, Армор Пенетрешн 100%. То есть Армор не считается. Считается, только чистый урон заходит. А чистый урон, СГшки за пульку, что-то там 32. Ну то есть жестко. Типа три пули ты отлетаешь. Арт Джекейса забирает. В голову, естественно, ваншот. Эбл-Джей. Ну, Эбл-Джей. Ну, потеряли. В смысле, теряют постепенно девайсы. Но петушок в ходу еще у АЗР, на самом деле. И вот он идет. Вот оно, орудие войны. Друзья, смотрите, смотрим. Смотрите, на минуту, на изи. Просто на изи. Вот так вот это работает. Да. Чуть меня уже залагало. Ксихота. Какой у тебя от такого зажима? Страшно, все в порядке. Гоу-ТВ, дыши, живи. Что-то мои рофлы. Людей до... Это самое, до инфаркта доведут, я чувствую. И Гоу-ТВ, и не людей тоже. И роботов, видимо, тоже. 10-8, дорогие друзья, пока что. Ну, фурии берут этот раунд. Было, наверное, ребятам все-таки не так просто. Но получилось. Потеряли, правда, по пути игроков. Давайте посмотрим. Двоих здесь, да. Но на третьем ренегиады действительно не справляются. В итоге у ренегейт уже нет денег. Ребята с дефолтными-недефолтными пистиками будут играть. И, вероятно, это означает то, что фьюрия, ну, соответственно, выходит на 11-й для себя. Что их реально приближает к победе на чужой карте вообще-то. Альги, тут у нас начинаются веселые истории. Экран покажет наш. Два флага от команды ренегейтс. И... Под девайс не подавать команде... К команде ренегейтс именно бразильцам. Потому что калашников уже есть для Грэдиса. Он спер и ушел. Там ксерата может подъехать очень даже бодренько. Но нет, арт закрывает. Есть минус. Размен пока что-то не присутствует. Но выбивается девайс еще и от Лиаза. Это был хэджот с Юспека. И 10-процентный ксерата все-таки дает свой фраг. А там еще GKS вывалился. По-моему, ксерата видел оппонента. Ксерата будет ли смотреть справа от себя. Пока непонятно. Выжигают GKS. А GKS пытается выйти дальше. Но тут приходит Азера. Винни остается последним. Два в один. Напротив Армора. И как же тут не везет. Винни он получает еще и хэджот с Юспека. Как обидно. Сейчас проиграли фури и еспорт. Просто Юспекам поотдавались. Что? Это за раунд. Я уже в уме держу 11 для фьюри. Ну, они с девайсами. Риньгейтс без... Вообще без всего. Чешка там какая-то. Вообще кому она нужна? Беру траунд. Неплохо. 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 Команда фьюри. На последние деньги закупается. Галил Криг. Калаш. Два деклар. Врыв на Аплент. Прямо резко быстро заметили Дельфан. Ребята Арт показывает спину оппонентам. Ничего страшного. GKS проходится по Винник. Сера тоже 5 по GKS. О-о-о-о. Топит GKS все-таки проходится по Арту дальше. 4 на 3 боевая ситуация. Аблджей врывается. Пытается в стройку на Апленте. Здесь на самом деле не стройка. Потому что это Мираж. Стройка на Оверпассе и Двертика, как мы с вами знаем. Или даже не знаем. Неважно. Аблджей забирает. Азеро Грати Сахин. Проходится по Рью Иксерата. Аблджей остается вдвоем. И у меня кончается воздух. Так что я остановлюсь и отдам Олегу дальше. Спасибо большое. Я тут просто посижу рядом. Посмотрю. Лиас убирает и Блджей. Аксерата находит размен на Лиаса. Но позиция последней лучшей игроке Атаки не совсем удобна. Потому что на Апартах. Ну и соответственно его позиция была также известна. 10-10. Ренегейтс подбирается вплотную к команде Фуэйс Форс. И сейчас имеют хороший шанс выйти вперед вообще в этом матче. По-моему таких еще моментов не было. Был какой-то или... Подожди. 2 1 9 9 Блин, сложно считать уже на этом этапе. Согласен. Ну пока. 9-6. 9-6 было, потом 9-8, 10. Нормально. Ренегейтс первые сравниваются. Комбак, да, постепенно. Не дефолтные пистолеты с Мактеном от команды Фьюри и Спортс. На Б-Плент ребята, может быть, пойдут прямо... Ну, не обязательно прямо сейчас, на самом деле. Я что-то перехайпливаю. Но, посмотри. Что, как сделать? Потому что есть пара гранат. Флешка от Эбл-Жия. Полетел первый, полетел второй. Значит, идут. Ляз, а с Эпеной Форси надо забирать. Забирает Ляза. Неплохо. ДжКМ сгорел где-то или что вообще произошло? Ты откуда получил? Ты от кого? От арта. А, от арта Мактена получил. Я понял, окей. На Б-Плент ребята из команды Фьюри и Спортс. В итоге пытаются заходить. ДжКМ, ДжКС и Гритис Фэкшн остаются в итоге втроем. Взрывают ксераты неплохо. Вам ставится не на дефолте, а на широкую, кстати говоря, под деревяху, например, на партах Б. Можно здесь попростеливать такую бомбу. Причем на Сифову вообще абсолютно тебя даже там не видно. Но об этом как-нибудь в следующий раз расскажу. Если кому интересно, ДжКМ, ДжКС и Гритис Фэкшн остаются втроем. Это МК четвертая плюс Крик трофейный плюс АВП. А позиции есть? Команды Фури, которые они смогли потащить для себя внезапно. Наверное, даже для самих себя. Но они смогли убрать первого опорника. Это был Лиас. Дальше еще с Мактоном по Азеру пройтись. Ну и там уже Брингейтс не рискнули идти. Мы видим дальше. И Фури даже с этого раунда выносит. Мало того, что победный Браун для себя, так еще и 2 М-ки. То есть на какую-то экономику для себя сохранят в любом случае. Вот если бы кого-то еще нашли, было бы приятнее. Минус экономика оппонента. Тебя там как-то еще более-менее бодро-здорова. Но вроде как хватает рейнгейтс для того, чтобы разбросать дропы. Гритис Фэкшн дает эмочку самым с Савиком. Ну и также прилетает еще, возможно, дроп от кого-нибудь. ЖКС купит себе сам. И кинул, по-моему, даже эмочку Лиазу. Но вот проблема с раскидкой у двух игроков защиты может наблюдаться. Хотя Лиаз, по-моему, на первом арморе. Поэтому флешка, смок, хаешка. Набор джентльмена, который может сейчас решить. Вот не знаю, почему так. На экономическом получается играть в агрессию. Чувствую себя уверенно. А на ответственность больше. Это вот риторический вопрос, на который единственный. А рафланем, да, сейчас мы произведем пацаны. А потом, да, опа, пацаны, у нас получается прикольная история. Не, серьезно, ответственности больше. Задывайся за... Куда ты? Как ты? А-а-а-а. Господи, боже, за что? Сират и Винни остаются вдвоем. И только что вы сейчас видели сценку под названием... Я играю в замечательную игру. Я профессиональный киберспортсмен. Я вам, может, найду видос, если вспомню. Я профессиональный киберспортсмен игры под названием Зов Долга. или Низов Долг, или Радуга 6, не помню. И типа перед лицом человека проходит два человека, он дает по префайерной позиции и отлетает, короче, в бан на этом сервере. Вот такой видос был в свое время. Сирата последний, отлетит от троих, скорее всего. Интересная история, скорее всего. Против троих и другие остаются, это GKS и Гратис. Если сейчас пойдет на B, его читают на B. А, он пойдет на... Пока что на телевизор. Я еще не знаю, куда она может пойти, но, скорее всего, да, откинута флешка, флешка кривовато получилась. По-моему, да, он вроде хотел сквозь, и она отлетела. До этого была флешка, которую он хотел кинуть, и она получилась, поэтому вот сейчас такие вещи. Вроде бы и байтит на себя, но вроде бы и нет. 28 секунд есть для XRATO, либо это квадрокилл, ну или даже триплкилл, а потом какая-то возможность потанцевать на пленте и попробовать свои силы. Но вот он, врывчик от XRATO, можно прокинуть молик или смоу куда-нибудь, кидать его на плент, и хотя бы поставить бомбочку. Сейчас можно и ставить ее... Ой, как неприятно, если бы сейчас XRATO успел. Там один выстрел нужно был по XRATO. Один выстрел. И один в один. И один в один, да. XRATO хотел, видимо, как-то доразвести или услышал просто шаги оппонента, может быть. Ну, в любом случае. 11-11. Очень близкий у нас до Мираж, дорогие друзья. И вот, да, да, прошлый момент. Чат тоже взорвался немножко. Прошлый момент с подставкой, подставлением. В общем, когда голова подставилась, это было неприятно. Подставка головы, подставка для головы. Вот так вот. Голова, подставка под пули, дорогие друзья. Идеально вообще сочетается. Контр-страйки, да. А у нас снова форс-траунд для команды Фурия. Два девайса есть. Мактен имеется у арта. При том, что, как мы видим, байни на все. Оставляют себе некоторые личности по 1400. У Вини 800, например, долларов попалось. Но он там... Это не логично. Бомба стоит тем временем. 5-5. И тут же XRATO просто прошел взмок. Добирает двоих-троих. Это что такое? Где был прочек вообще? Тренигейтс. Позиции. Коннекторы. Они вообще проигнорировали. После первого фрага проигнорировали. После второго фрага проигнорировали. Но третий уже над бонусом достался. Тут акция была. Приходи, забирай. Два покупай. Все, изи. А, услышал оппонента. Услышал снайпер, снайпер, снайпер. А, это разводка под Юрку. Смотри. Типа, Ляс такой. Это снайпер прыгает. Опа. Разводка. Ну, изи. Просто вот так вот хорошо сейчас было. Вот в этом микромоменте. А вот насчет микромомента ксерата ты вроде эмоционально все раз этом расчехлил и рассказал. Так что повторять смысла особо нету. 12, 11. Фурии Спортс выходит опять. Вперед. 25 человек зафлэшировал Гратис. 23 АЗР. Умнички. Они. Но пока Фурии берут 12. А рингельцы остаются с 11. И у них... Ого. Страшно. Как у них опять пистолеты. Господи боже. Сложно. Но против пестиков действительно Фурия отдаются очень часто. И тут вроде бы все пара чешек и пара деглов. Но все равно очень страшно сейчас за команду Фурия. Потому что нет-нет. И вроде бы рофл. Но действительно есть огромный шанс того, что они поддают кучу девайсов. Или вообще этот раунд. Выкат по GKS. Погибает от GKS X Rata. Есть возможность еще кого-нибудь застрелить. Погибает еще и Эбл Джей. И вот вроде бы шутка. GKS даже от третьего забирает. Линия находит фраг по GK. Мои размен от Арта также присутствует. 2 в 3. Гретис Спортс, но очень больно. 18 хп остается у снайпера команды. Правда он без снайперской винтовки. Всего лишь с юспиком. Но это 2 в 3. Уже Арту очень больно. Он погибает также от Гретиса, у которого было 18% здоровья. Что с этими фурицами не так? Что с ними не так? Вот куда? Черные пантеры. Сейчас мы выйдем от GKS и три хрючета отхватить. Черные пантеры боятся пистолетов. А больших пушек они не боятся. Я же говорю страшно. Ну что, ну странно. Физически просто обуял страх просто меня. Я заперся в комнате, плачу. Страшно. Пистолеты это не GESPORTIFURIE SPORT. Черт возьми. Друзья, второй, по-моему, раз подряд, да? 12-12. 12-12. Юра. Кстати, может быть. Да, может быть. Юра. Юра. Раз. И в бок тебя забирают. Ну да. Гратис в итоге делает все-таки рефраг. 4х4. Разменчик бы какой-то организовать в команде FURIA. А то у нас Гратис Фэкшн идет на хелпу. Щелкает его на арт. Хотя Гратис вроде даже выстрел сделал. Правда, не попал. Но он решил сделать выстрел пораньше. Где-то, видимо, испугался. Момент того, что враг где-то очень близко. Но теперь только один напорник на базе А. Это GKS. Который видит голого оппонента. Погибает Эблджет. Тут сейчас он начинает окружать. Но GKS все равно. Винни отлетает так же. Это 2 в 3 большинство для команды Ренегейтс. И вот сейчас можно опять же с воположением никуда не вернуться. Погибает, правда, GKS Ильяс. И вот сейчас момент истины, когда FURIA может снова забрать для себя девайс на раунд. И, блин, снова поиграть с пестиком. Вообще изи. Все так. Азер. Один. Азер. Один в два. Вот если бы у него был P90, вот было бы немного по-другому все. Но нет, не в этот раз. Ксерата делал даблкил. Ого, господи, пистолет. Вы сберите меня отсюда. Что происходит? Страшно так. Террористы ставят паузу. Если что, это FURIA, да? FURIA ставит паузу против раунда с пистолетами. Почему? Потому что, если рофлы отставить, я понимаю, что я 4,5 минуты уже не перестаю просто. Но если рофлы отставить, ребята физически вот отдаются пистолетам на позициях. И надо реально вот по-нормальному сейчас пообщаться в плане того, что не надо так делать. Это типа пистики по FURIA пистолеты забираете. Типа пистолеты, это не значит, что надо врываться в соляновых. Эй, пистолеты, я сейчас четверых заберу и как обрывы расчехлю на минус 5 кайф. Идете втроем со вторыми арморами, типа забираете пистолеты. Ну, то есть, как бы перестреливаете, как это, самосвалом. Просто переезжаете, все. То есть, вот такие вот, возможно, мысли для команды FURIA Sports. Возможно, там, их тренер рассказал, там, эти мысли они сами догадались и так далее. Но в этот раз это просто фулэка от Ренгейтс. Так что... Просто фулэка? У них флешка имеется. Просто фулэка у него. Все-таки убивает gratisfaction. Ты задохнешь, что ли, арт, кого-то убил? Не, я бы еще секунд тридцать так смог. Жесткий. Во второй октаву еще можно перейти, а там в третью. Ренгейтс, четыре лица в итоге остаются. Винни забирает GKS. Ну, однако, на план забирать... Подожди, подожди. Лиас, не, ладно, все в порядке. Ладно, ЖКМ. АЗР. Ну, ладно, окей, теперь ЖКМ. ЖКМ, ну, давай. Не видит ничего, обидно. Нет, все-таки нет. 14-13. Даже без демажа, удивительно. Удивительное произошло в этом раунде. Но 14-13 и Ренгейтс. Посмотри, денег-то все равно немного. Фамас, Фамас, Юмп. Снайперская винтовка у Гретиса. И GKS, 3900. Ну-ка, КТМ, КП, Вармор. Без китов. Дефенс у нас играет 30 фрагов у арта уже. 30 фрагов на 15 смертей. То есть он идет уже на больше в среднем, чем фраг за раунд. Чуть-чуть опережает игру. 25 Уксерата, который тоже тащил очень клевые моменты. Если бы повезло ему, возможно, бы уже и карта закончилась. Потому что мог бы полностью преломать экономику оппонентов. Да, если бы не эти настритые антифорсы, антиэко. Ну, так же фурия была бы уже. В ожидании, чем соперника. Кстати, надо будет посмотреть, против кого они там будут катать. Если выиграют в этом матче вообще, какой оппонент ждет данную команду. Данные команды. А это будет... Либо фейс, либо энерджи. Вот так вот. Вот так вот. Вот это миметичная фраза. Сейчас от тебя прилетела, конечно. Что я повторил еще. Вот так вот, дорогие друзья. Вот так вот, вот так вот. Да. Да. Невский. Невский классный. Черт возьми. Такие фильмы делает. Хорошо. Он курицин. Все именно так. Это как птица. Ну, так вот. И... 14-12. Я повторюсь. Последние деньги от команды Ренегейтс. К слову. То есть, это раунд... Ну, улыновый, короче, раунд. Типа максимальный риск. Шанс на возвращение внутри карты. Шанс на возвращение внутри серии. Более того, потому что фури выигрывает первую карту. А это вторая. То есть, есть вариант у фури выиграть, как вы видите, вторую карту. Еще два раунда закрыть. С учетом экономической системы, вот этот раунд за два получается. Да. Тут для фурии вот уже финальная уже выстрелена просто красная дорожка. Ленточка уже и все вот эти действия. Но пока что Винни отхватывает по щам. Но выходом на базу бет команды фурии, если только один оформлен, пока что пытается воевать. Это Лиац Юмфом. Он перестреливает Юрия. Тут еще возможность кого-нибудь подзабрать не получается. Потому что был кроссфайр. Либо от Сиратова, либо от Юрия. Как факт. Арт находится еще и Джекайса. Восемь минут времени пытается поставить бомбу хоть кто-нибудь. Арт находится сейчас. Размен от Грэти Сэшна. Два в два. Ситуация игровая для команды фурии. И Ренегейтс не могут побоевать друг с другом. Не получается посправить Джекайс по массам. Вот Эбл Джефф присылает ровно в голову. И Грэтис последний со своим калашом. Уже свапнул девайс. Тридц, как помню, в наличии. Есть две флешки. Можно попробовать с ними поиграть. Но полиция не хочет. Может, кто-то тайминг потеряет возможность. Их Сэрата добивает еще и Грэтиса 15-12. Хороший развод под базу А. Запустили... Что там был? Мактен, по-моему. А сами высыпались на базу Б. И даже при ситуации 3-5 они смогли все это разрулить. Да, фрица. Получилось. Но Лэн и Ви Бай теперь. Рингейт стирает практически все варианты. А это я напомню, дорогие друзья, группа А. Нижняя сетка первого раунда. Группа А. То есть для рингейтс ситуация неутешительна, ибо отлеталого. Собственно, Фурия будет проходить во второй раунд нижней сетки группы А. Да, и кто там их мог бы ждать, уже сказал Олег, собственно, до этого. Это Фейс или Энджи. Ну, незавидная судьба, если честно. Ну, незавидная. Тем самым временем... Прошу прощения. Что-то я умер, когда посмотрел. Внутри. Тем самым временем. 1-5. Счет в пользу команды Ликвид. На карте Мираж. Да, все так. Жесткая там Рубилова, конечно, вообще вообще просто. Так, Лэн и Ви Бай, это что у нас? Это Макс Эван, это Юнг, это Скаут, Чешечка Дигу. Оля, от Алиаза. Окей, будем смотреть Винни. Вместе с Эбилджием. А смог коннектор... Ладно, чуть позже посмотрю, Винни все-таки забирает АЗР. Что-то очень жестко от Фьюри. А смог коннектор... Там так и не было его. А, то есть, типа защита вообще не смотрел. А, возможно, никому и не с чем было смотреть. Ну да. Что-то Фьюри опять... Нет, Зигзаг был в смоке, поэтому они прошли, и Грэдис просто видел смог, а не оппонентов. Все, тогда все в порядке. Тем более его еще ждали. Симон, Сусова, подальше. Его бы просто убрал игрок, который доходился на пары, чтобы там было без вариантов. Юрик Сират убирает по оппоненту. Остается последний Грэдс Пакшн, но ему сейчас тоже в ухо нет. Подождите, Арт. Да, пока что... Ой-ой-ой-ой-ой, жестко-жестко, Грэдис. Нет. Нет. Отлетает, дорогие друзья, команда Ренегейтс до дому. С турнира ESL One Clone 2019 года. Кельн, он же по-нашему. Команда Фури все-таки проходит пока что дальше. Очень много критики на команду валятся. И от меня, кстати, в том числе. Ну, я бы посчитал, что плюс-минус заслуженно, допустим. Иначе бы я не говорил. Но вот они и живут дальше. Так что удачи, Фурии 1. Собрать волю в кулак 2 и показать красивую игру в следующих раундах 3.